Министерство обороны Украины сообщило о запуске первого отечественного производства ручных гранат. Речь идет о серийном выпуске аналогов советских F-1 и РГД-5, которые уже прошли кодификацию и допущены к эксплуатации в войсках. Выбор в пользу именно F-1, который более 100 лет, и немолодой РГД-5 можно считать прагматичным и правильным решением. F-1 – это классическая ручная противопехотная оборонительная граната, а РГД-5 – наступательная. История F-1 начинается в 1915 году, во время Первой мировой войны, одной из самых убийственной в истории человечества, в результате которой прекратило существование четыре империи. Когда после чрезвычайно динамичной кампании, линии фронтов застыли в позиционной войне и противники сидели в своих глубоких окопах, практически на расстоянии броска камнем, возникла острая необходимость в ручных противопехотных гранатах оборонительного назначения. И вот во Франции была создана граната под обозначением F-1. Однако у такой гранаты был очень несовершенный запал, который подрывал ее при ударе и потому требовал большой осторожности в обращении. Англичане, в свою очередь, обзавелись осколочной гранатой Миллса с рифленым корпусом и более надежным запалом – с чекой. В англоязычных странах гранаты с корпусами подобного типа именуют пенейпл – ананас. А ручные гранаты номер 16, формой действительно напоминавшие лимон, да к тому же зачастую и окрашенные в желтый цвет. Кроме того, существовала еще одна английская граната, номер 34, правда, сами англичане называли ее эго-гренади, граната-йцо, так что номер 16 укладывается в тему куда как лучше, тем более, что иные утверждают, что ее автором был некий капитан Лимон. Именно по его имени начали называть оружие, прочно утвердившиеся в войсках. После развала Российской империи и Октябрьского переворота, к 1922 году Красная армия была вооружена различными типами оборонительных гранат иностранного производства. Среди них находились надежные английские гранаты Миллса и французские F1, отличавшиеся продуманной формой и сомнительным качеством запала. Взяв за основу французскую модель, в 1927 году инженер Ковешников создал новый запал. И Лимонка была принята на вооружение в ноябре 1928 года со взрывателем, имеющим дистанционное управление. Фурсанты, выпускники кавалерийской школы ОСО Вьяхима прекрасно научились метать гранаты. Нескладка придется врагу от этого нового казачьего оружия. Достичь заданной цели граната может только в результате броска рукой. А то, что она имеет дистанционное действие, обозначает, что взрыв будет примерно через 4 секунды после броска, вне зависимости от любых обстоятельств. В 1941 году запал Ковешникова сменили на стандартный унифицированный УЗРГ, изобретенный конструктором Ефимом Михайловичем Вицене. Новый запал был проще в использовании и изготовлении. И, наконец, после Второй мировой войны запал был еще раз модернизирован, в результате чего увеличилась надежность срабатывания, и его стали обозначать УЗРГ, а солдаты гранату прозвали Фениюшей. «Простота изготовления гранат относительно дешевое производство, которое не требовало больших площадей и специализированных станков, все это позволило в кратчайший срок наладить массовый выпуск столь необходимой фронту карманной артиллерии». Наступательная РГД-5 имеет меньший вес и радиус разлета осколков. Разработка ручной осколочной гранаты дистанционного действия РГД-5 была начата в 1950-е годы, а в 1954 году была принята на вооружении советской армии. По внешнему виду граната РГД-5 напоминает французскую гранату ОФ-образца 1915 года, польскую наступательную гранату З-23 и германскую гранату М-39. Со второй половины 50-х годов на гранате РГД-5 стал применяться модернизированный запал УЗРГ. Ф-1 и РГД-5 не просто хорошо знакомы солдатам, они также проще и быстрее в производстве. Процесс их изготовления уже оптимизирован до максимума, что делает их выпуск более масштабируемым и доступным по сравнению с лицензионными новыми образцами или разработкой совершенно новых типов гранат. Поэтому в дальнейшем, удовлетворив текущие потребности, производство может перейти к созданию более современных ручных гранат. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.